Как вы думаете, когда я задал себе вопрос, чего я хочу? Вот, и, собственно, я поступил в УД, потому что надо, а почему в архитектурный? Потому что получилось. Отличники работают на тех, кто учился в Африке. На самом деле, не нашел ничего лучше, как продолжить учиться, потому что, честно говоря, работать я не хотел. Я ничего не знал. Я инженер-конструктор, который не знает свою прописку. Так продолжаться не можно, а что-то решать в этой жизни, потому что с фон ты продолжаешь делать то, что тебе не нравится. Да, всем привет. Немного нервничаю, на самом деле. Во-первых, огромное спасибо спикерам, которые выступали. На самом деле, очень полезная инфа. Я, в словах Сардора, во многом находил себя, и, мне кажется, у вас тоже откликалось, судя по активности. Вот, и большое спасибо вам, на самом деле, что вы пришли, потому что это вообще крутое мероприятие. Ну, вообще, тема профориентации. И в эту тему я думал, что бы такого вам рассказать, чтобы вам было полезно. Потому что не очень хотелось просто флексить своими достижениями и говорить, какой я молодец, какой у меня классная карьера. И я очень долго рефлексировал, думал, что бы такого вам дать. И пришел вот к этому тезису, что вся моя карьера – это попытка понять, чего я хочу. В общем, расскажу вообще о себе. Я креативщик, да, вы уже поняли, что такое креативщик. В агентстве Gigi и бывший креавтор в Господе. Вам вряд ли что-то говорит название этих агентств, но на самом деле это классные агентства России, которые придумывают крутую рекламу, которую крутят по ТВ. По ТВ крутят, показывают где-то там в приролах и так далее и тому подобное. Я лучший молодой креатор 2021 года. Работал очень с многими брендами. Как международными, типа там, всяких, ну как международными. Россия считается международными. Наверное, да, с Яндексом, с ВК, с банками разными. Но на самом деле работал с белскими брендами тоже. Типа Акфа или Инзо. Или Белисева пицца. В общем, придумывал рекламу. Кто такой креативщик? Креативщик – это я, это человек, который сидит и придумывает ролики, придумывает наружную рекламу, придумывает, как будет выглядеть сайт и так далее и тому подобное. Я не дизайнер, да, то есть визуальная составляющая. Это не мой конек. Я больше по смыслу, по копирайтингу и так далее. В общем, много раз на фестивалях выиграл. Вот, сейчас покажу гифку смешную. Вот, смотрите, я собрал такой мудр ролик со всеми, как бы, классными проектами, которые я делал на свою карьеру, именно креативную. Сейчас покажу. Я это не снимал, я, скорее, занимался придумыванием всего этого и так далее. Это просто видос, чтобы поднять вам немного настроения, настроить вас на тот вайп. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Ну, вообще, всю рекламу, которую вы видите, более-менее, это приснилось прикольно. И даже скучно придумывают креативщики. Такие люди, как я. Просто нарезка из, наверное, самых выдающихся моих проектов. Но на самом деле в работе креативщиков есть много рутин, я как-то лучший из лучших собрал для вас. Так, следующий слайд. Вот. Это я. Так чувствую, когда рассказываю о себе и о том, с какими брендами я работаю. Этот слайд и вообще все, что я рассказал до этого, должен немножко подсветить как бы тему моей экспертности и того, что я буду дальше вам говорить. Но основная тема сегодня вот такая, я ее для себя выделил. Это вопрос, чего я хочу. Он очень важный. Я думаю, вы все и так это знаете. Но на самом деле он очень сложный, как оказалось. Потому что вообще, давайте просто я задам вам этот вопрос. Поднимите руки те, кто знает, чего он хочет, скобочков. Где я вам хочу стать? Один, два, три человека. Три человека знают. Это круто. Это круто. Если вы на начале этапе своей карьеры, то это вообще класс. Я, например, не из этой категории. Я никогда не знал, что я хочу. И почему на самом деле так сложно, да, оказалось бы, три человека сегодня? Мне кажется, моя гипотеза. Вот из-за этого. Об этом немного говорил Лосонор. Мы зачастую не знаем, чего хотим, потому что с самого детства у нас есть определенные установки. Общество, родители, окружения, друзья говорят, что ты должен. Это вот просто несколько примеров того, что говорят, что внушают нам. То, что ты должен жениться за 30 лет. То, что ты должен поступить в курс. Вот вообще, почему нужно поступать в курс? Мне никто не говорил, что я, что я там буду делать. Но я всегда с самого детства знал, что мне надо поступить в курс. Надо найти достойную, достойную работу. Ну, что такое достойная, да, это же субъективное понятие. И у каждого человека, который тебе говорит, что нужно найти достойную работу, он у него свое представление о достойной. Ну, там есть всякие легенды, типа должен быть мужик, в армию пойдешь. Такое тут же есть. А вот или, например, у моего любимого должен много зарабатывать. Вот этот культ достигательства. Чего-то вы все должны много денег зарабатывать. Ну, у меня это есть. Мне кажется, но для меня это болезнь, потому что я не могу спать ночами. У меня в 10 часов время думать о деньгар. Как бы побольше денег зарабатывать? Но я страдаю от этого. Потому что мне с детства говорили, что мне это нужно. И, ну, и теперь, я говорю, надо стать врачом. У меня по маме, по маме-домине, все врачи. Я вам из детства говорю, как я говорю, будешь в ней ровно? Я не знаю, почему, кстати, будешь в ней ровно. Ну, у каждого свое, мне кажется. Кому-то говорят должен военным быть. Кому-то говорят госслужащие. Кому-то говорят бухгалтеры. Чего-нибудь вы не говорите, знаешь, что-то, знаешь, идиотичные. Ну, в общем, и за всеми этими долгами чужими, важно, не вашими, чужими долгами, очень сложно услышать свое «хочу». Чего я хочу? Потому что, когда мы формируемся в детстве, нам говорят, должен, долг, он должен. Но с годами, когда мы вырастаем, нам уже никто не говорит ничего. Но вот эти отголоски, они нам настолько внушили это, что мы уже сами верим, что мы этого хотим. Вот я, например, поступил в ВУЗ. Но диплом мне абсолютно не понадобится. Ну, то есть сам диплом как корочка. Опыт в ВУЗе – это прикольный. И мне сейчас, я ни у кого не могу сейчас спросить, блин, а почему я должен был? Вот. И это важно. Поэтому за этими «должен», которые делают вид, что я хочу, очень тяжело найти свое «реальное хочу». И этому посвящен мой спич. Да, и об этом, о том, как правильно или как задавать себе вопрос, что я хочу, я расскажу вам на примере своего карьерного трека. На примере своей карьеры. Да, как я уже сказал, я поступил в архитектурный. Я, короче, поделил на четыре этапа всю свою карьеру. Первый этап – ВУЗ. Второй этап – магистратура. Там кризис. У меня лично. Потом, третий этап – это маркетинг в глобальном его осмыслении. Я был и СММщиком, и маркетологом, проект-менеджером, руководителем отдела маркетинга и все прочее. И сейчас я уже креативщик. Вообще-то креативный копирайтер. Ну, у нас, к сожалению, когда говорят копирайтеры, думают, что это человек, который пишет тексты для сайта. Ну, я написал для вас креативщик. Так, я копирайтер. Вот. И это не просто так. Так, я разграничу свои этапы. Я очень понимаю Сардора, который опробовал 25 профессий. У меня тоже было много попыток, которые я сюда не включил. Но они как раз-таки тоже мне откликнули. Ой, я заспойлерил. Два слайда, да. Ну, все, ладно, я бы заспойлерил. Тут должно быть прикол. Я хотел вас спросить. Как вы думаете, когда я задал себе вопрос, чего я хочу? И вы бы сразу начали говорить на этапе один, на этапе два, на этапе три. Но, на самом деле, это и вот. Текущий этап – это, наконец-таки, тот период, когда я себя честно спросил, что я хочу. А не то, что долго, или не то, что нужно, а то, что я хочу. Что я хочу делать? Я наконец-то себе ответил честно, что да, ну это я хочу этим заниматься, да, класс, мне нравится. Да, смотрите, этап один я называю условно не знаю, чего хочу и вообще не думаю об этом. Первый этап. Как я уже сказал, я поступил в универ, потому что надо. Потому что надо, с детства мне говорили, что надо. И я поступил в архитектурный. Я вообще по образованию инженер-конструктор. Прекиньте ролик, который вы увидели, авторство инженера-конструктора, да? Прикол вообще. Вот, и, собственно, я поступил в вуз, потому что надо, а почему в архитектурный? Потому что получил. Потому что у меня там работал брат братана, или братан брата, не важно, который меня как-то там прописнул по блату, через бункер и так далее, и так далее. И у меня просто была возможность, я просто поступил в архитектурный, и такой, йоу, что делать? После чего я ничего толком не делал, наслаждался студенческой жизнью и был абсолютным троечником, вообще бездельником. Я наспорь закрывал, наспорь плюс за деньги, закрывал сессию на пятерку даже. Поспорился с архитектурным. Вот, и я ни разу не воспользовался тепловым. В итоге я выпустился, четыре года прошли. Я должен был получить какие-то хандовые скиллы, профессию, да? Но в итоге я просто как бы ничего не научился, зато был шустрый. Вот. Сказать, что я жалею о том, что эти четыре года прошли, нет, я не буду, потому что, знаете, троечник, конечно, есть такая поговорка, отличники работают на тех, кто учился на три. Понимаете? Почему? Потому что на самом деле в жизни часто соц.скиллы решают больше, чем хардовые, да? И чтобы закрывать сессию, приходилось вертеться и крутиться. И это мне в дальнейшем помогло. Поэтому я еще ни капли не жалею. Плюс, ну, студенчество знал в то же время. Переходим уже к следующему этапу. Я закончил универ. Что я для этого делаю дальше? Этап называется «Знаю, чего я точно не хочу». Бам! Я окончил вуз, окончил диплом. И задумался, что делать опять. И на самом деле не нашел ничего лучше, как продолжить учиться. Потому что, честно говоря, работать я не хотел. Я ничего не знал. Я инженер-конструктор, который не знает свою профессию. И мне нужно было что-то делать. Я решил делать то, что я умею делать. Это учиться. Я в школе учился, в колледже учился, в универе учился. Я продолжил учиться. Объединило это с моим желанием куда-то переехать и пожить. И в итоге переехал, прикиньте, в Йошкар-Алум. Из такой города. Йошкар-Алум. Там даже живет специально, ну, типа их народ, морийцы. Прикиньте. Я нашел бесплатно. Просто это было бесплатно. Знаете, это было бесплатно. Я такой, поеду в Россию. В скобочках Йошкар-Алум. Не Москва, не Питер. Даже не Казань. И знаете, что-то было очень сложно, на самом деле. Потому что я уже уехал из своего родного города. Как бы сепарировался от взрослых, которые на меня давили. От общества, которое на меня давило. И я начал задумываться. Блин, а что я делаю вообще? Я опять нифига не делаю на курсах. Ну, наверное, на курсах, типа в универе. И мне надо было что-то делать. И я такой, нет, ну, вот я просто, получается, взял, ну, отсрочил еще на два года свою взрослую жизнь. Так продолжаться не можно. Надо что-то решать в этой жизни. Потому что и с вон ты продолжаешь делать то, что тебе не нравится. И для меня, почему это называется, ну, этап, когда я знаю, что мне точно не нравится, я понял. Я только переехал в Йошкар-Алу, что мне не хочется работать в строительстве, в архитектуре. Это точно не мое. Вот. Ну, миллиард профессий вокруг, одно точно не подходит. Мы это лишили опытным путем. Подадим в четыре года, и я один семестр на мустратуре. И после этого я вернулся в Ташкент. Я вернулся в Ташкент, и у меня начался кризис. Видите, вот маленький кружок. Ощущался он не так маленький, не таким маленьким. Потому что, ну, я не знал, типа, что я хочу. Потому что четыре года я думал, что это надо, но работать, сидеть в этих офисах, чертить. Вот это чертилы, чертон быть, я не знаю, не хочу. Вот. И наступил третий этап. И он абсолютно логичный, вытекает из кризиса. Он называется «Не знаю, чего хочу». То есть я до сих пор не знаю, что я хочу, но я начинаю пробовать что-то новое. И кажется, мне это нравится. Давайте обсудим. Смотрите, заступил кризис. Это вообще тема из психологии взросления, когда ты, знаете, называется кризис сценарной эмансимпации. Очень сложно. Это когда ты живешь по сценарию своих родителей, да, и тебе говорят, ты должен так, так, так жить. А потом в какой-то момент ты понимаешь, блин, мне этого не хочется. Как бы вот эти штанишки, да, которые тебе шили, ты уже не лезешь в них. И проблема в том, что ты точно знаешь, что тебе это не для тебя, это жизнь. Но что ты хочешь, ты тоже не знаешь вообще. Потому что ты всю жизнь прожил с ощущением, что тебе это надо. А тут раз, и как бы мир развалился. Оказывается, вуз мне нафиг не нужен. Или то, что я там, не знаю, там, у меня есть диплом в высшем образовании. Зачем? И единственный способ как бы найти зачем, да почему, что тебе хочется, это что-то пробовать. Я начал пробовать, начал искать себя, ходить там на всякие интервью и так далее. Но в конечном итоге я остановился на сфере маркетинга с кнопочкой СММ. Тогда это, кстати, не было так зашкварно, как сейчас. Мне кажется, сейчас СММ-щикам будут быть трём. Потому что, ну не знаю, как будто, можно и не так, кстати. СММ-щики едят в зале, sorry. Вот. И, собственно, я стал даже не СММ-щиком, а СММ-копирайтером. Я писал тексты для постов, я даже не придумал всякие эти контент-планы. И почему я пошёл туда? Во-первых, я хорошо пишу. Ну как бы я с детства любил читать, я хорошо писал сочинения, русский язык и прочее. Во-вторых, вообще маркетинг и СММ тогда было что-то свежее, новое. И я такой, блин, прикольно, это интересно. А ещё там не надо было переучиваться. То есть четыре года, ну и фикс-нет. Я здесь смогу писать, да я умею. И когда ты попадаешь вообще в абсолютно другую сферу, в другую профессию, не обладая какой-то корочкой, да, я даже пуссу не проходил. И, наконец-таки, сейчас я понимаю, что тогда это было первое решение, которое я принял, не потому что я что-то должен, и что-то мне кто-то внушил, а потому что, ну, то, что я так решил, да, это мой выбор. Мне его не навязали. Дальше был такой период до следующего этапа. Я слоялся по разным компаниям, очень усиленно работал, прям невероятно. Наверное, поэтому всё так быстро и случилось. Быстро поднялся до руководителя отдела маркетинга в Альфе. Короче, я после того, как устроился в СММ-агентстве, меня схантила Акфа. Вы знаете все Акфы, там миллиард брендов у них. Я работал практически со всеми. Потом я начал, мне этого не хватило, я начал обучаться в Альфе в школе маркетинга. Мне кажется, в основе тоже есть что-то типа того. Вот, регистрируйтесь. Вот, и в Альфе я там настолько доставал своих преподов, мы буквально там, я заставлял их оставаться до 11 вечера, я задавал им вопросы, меня ненавидели однокурсники, но я как бы забирал своё, я активно забирал своё, потому что я чувствовал, блин, я 4 года ждал этого, 4 года учился, и сейчас мне наконец-то попало что-то, что по приколу, я такой, давай побольше сюда сыпь, насыпай. И отучился в Альфе, Альфа меня схантила, я был руководителем отдела маркетинга там. Это был вообще супер-робот, конечно. А потом меня опять схантили обратно в Акфу, потому что денег больше предложили. Тут солидарен с Абдором, но деньги всё равно важны. Но в начале карьеры мне было плевать, мне просто нужны были деньги для следующего этапа. Короче, у меня внутри всё равно что-то мучило. Я думал, всё равно что-то не то. Я обратил своё внимание на креатив. На Узбекистане на тот момент было очень плохо с этим. И я думал, что быть креативщиком, человеком, который выдумывает невероятные кейсы. И вы такое думаете, блин, Тарантино гей. Или поиграли в игру какую-то, типа, Кадимовскую. Кадима гей. И потом вы понимаете, и вы думаете, блин, ну что-то такое делать могут только суперталантливые люди, которые родились с этим, у которых есть всё, которые как бы недостижимые, недосягаемые. Я тоже так думал, пока не начал изучать эту тему. Когда я начал изучать тему креатива, я понял, что, блин, оказывается, можно научиться. Как Сардорн сказал, это можно систематизмить. Действительно можно научиться этому. И я искал. Я искал место, где бы можно этим научиться. К сожалению, в Узбекистане не было на тот момент. И на мой взгляд, сейчас тоже с этим всё слабо. Я нашёл школу креатива в Москве. Такой, всё, бросаю работу. А тогда, когда я уже в АКС работал, и вообще там говорили, что мы тебя сделаем руководителем, ты будешь отвечать за все бюджеты огромные, маркетинговые. Но я бросил это и такой, нет, буду бы вживать в Москве и учиться. И начался четвёртый этап, который, ну, финальный, на котором я сейчас нахожусь. Он называется «Кажется». Я знаю, чего я хочу. Собственно, я переехал в Москву. Накопления хватило, типа, месяца на два. И я, прикиньте, жил в хостеле целый год. Целый год жил в хостеле. Но это не просто хостел. Это был хостел с иностранцами. Там были аргентинцы, англичане, какие-то там китайцы и так далее. Ну, большой, суперклёвый. Но хостел, типа, в одной комнате. Жил с пятью людей в одной комнате. Тоже не было денег, надо было экономить. Потому что я поехал учиться, а работы у меня уже не было. Но я получил новое образование. Ну, там годовое, как сказать, курс годовой длительности. С длительностью года. Я переехал, получил новое образование. Пока я получал это образование, у меня появились новые социальные связи, новые люди, новое окружение. Это творческие люди, художники, арт-директора, копирайтеры, режиссёры. Это было суперинтересно. Они были вообще людьми, с которыми в повседневной жизни я никогда не общался. И их было много. Были только они, на самом деле. Кроме них, не было никого. И это вообще просто взорвало мой мозг. Расширило мои какие-то внутренние границы, зажимы. И я понял, блин, вот эти все установки, вуз, не вуз. Вообще плевать на этот вуз. Ну, я не думал об этом. Сейчас я оборачиваюсь, понимаю, что к этой мысли я пришёл. Вот, денег не было. Мало было. Питание было плохое, да? Но, как там, желание бешеное имею. Было же, вот, вижу вот это выражение. Вот, желание мощное было. Я прям очень рвал всё. У меня даже кличка была среди моих однокурсников. Отчаянный узбек. Потому что, да, я потому что... А там все, как бы, плюс-минус москвичи. Они такие, да, типа, ну, пришли на курсик там, потусили. А я, блин, бросил работу. Я вообще, улыбку просто. Поставил всё. Мне нельзя было проиграть. Я такой, блин, да, проект, всё, бесплатно. Врываясь ночью работать, хорошо. Влечиться спать, в неделю, окей. Вот так это было. Было очень тяжело, но как бы... Но плоды, плоды, плоды пришли. И, наконец, наконец, я задавая себе вопрос, и то, это не когда я учился, а уже я начал работать, продвигаться по карьерной лестнице, у меня начались появляться какие-то идеи и так далее, накоплениями. И сейчас, и, наконец-то, я задал себе вопрос, а что я хочу? Вот, этот вопрос. Что я реально хочу? И я понял, что, да, мне нравится, что я делаю. Я нашёл впервые позитивный ответ. Впервые задал себе, конечно, этот вопрос, но нашёл позитивный ответ. Честно говоря, периодически стараюсь его себе задавать. И я задал себе следующий вопрос, а почему креативщиком ты стал? И слог. Почему именно это? Потому что это не такая, знаете, профессия, когда ты думаешь, ну, в детстве не мечтая креативщиком стать, в детстве мечтая космонавтом быть, врачом, кто-то ветеринаром хочет быть, или милиционером, упаси господи, креативщиком. Это же сложно формулируемая штука, её тяжело описать. Но для себя я описал это так. Может быть, я и не хотел конкретно креативщиком становиться, но я чего-то хотел. Например, я любил писать всегда. Я люблю писать. И с детства я любил рисовать. Ну, почему тут в детстве? Меня не отдали на уроки рисования. Меня отдали в дюдо, потом отдали на бокс, потом пытались из меня мясника сделать, я учеником мясника один день проработал. Я не хотел этого. Но я любил рисовать, у меня даже толстая цитратка была, где я всех одноклассников нарисовал и учителей, карикатуры сделал, знаете, всякими спичбаблами, приколы сделал, мемы. Для меня это были мемы моих, которые я делал на своих одноклассников и учителей. И в целом, мне кажется, тут вы можете поспорить, что у меня нормальное чувство юмора, приятное. Мне нравится, мне комфортно. И я нашёл что-то, где я всё это, что мне нравится, это, кстати, не полный список, наверное, да, но базово вот так. Я понял, что вот эти вещи внутренние, которые у меня требуют выхода, я начал находить в своей работе. И самое крутое, это сейчас будет реклама профессии, но на самом деле нет, для меня, ой, тише, для меня лично, почему это круто? Потому что рутина в моей работе, знаете, вот у меня есть однокурсники, которые не пошли по моему пути, тоже троечники, такие дурачки, которые тоже нифига сидели на задней парте и кидали прикилы премьерам, да. Такие же парни, они сейчас работают по специальности, и мне кажется, они скоро уже повесятся от депрессии, потому что я недавно встречался с ними, и что-то, что-то как-то всё очень уныло. Никто не любит свою работу. Людям не нравится, чем они занимаются. Они не хотят, они ждут окончания рабочего дня, понимаете? Я такой, блин, просто я правильно сделал. И что самое крутое, для меня рутина, вот для них рутина, это вот чертежи, не знаю, есть на стройку, а для меня рутина, это всё самое крутое, что есть на планете Земля, это интернет, это фильмы, и чтобы быть крутым своей профессией, мне нужно понимать, как работает киноязык, разбираться в кинематографе, в искусстве, в тиктоке, шарить за мемой, то есть буквально, смотрите, лзы, часть моей работы, да, и никто мне не может сказать, ты что делаешь, я могу сказать, я делаю культурный ресурчик, или те же путешествия, это всё развивает меня как человека, а это всё, что нужно креативщику, это самые базовые науки и не скидывая требования к креативщику. Да, гифка, это вот период становления, я только приехал, я начал ходить во всякие офисы, ВК, потом в Яндекс, беру, Сеттерсы, Шметтерсы, и так далее, у меня друзья, вы из разных-разных-разных брендов есть, из Сферы, и так далее, в общем, просто, иллюстрация того, как классно мне было, потому что я наконец-то делал то, что мне хочется и нравится, наконец-то. Умная мысль, take out. Не важно, не важно, какой путь ты выбираешь, главное, чтобы ты выбрал его сам. К чему это? На самом деле, задавая себе вопрос сейчас, я там ответил, отметил, что кажется, я знаю, чего я хочу. На самом деле, то, что я сейчас хочу, может поменяться. И то, что вы, например, все, кроме трех человек, которые подняли руки, если вы не знаете, чего вы хотите, это нормально, потому что, представляете, мне, вот я только в 30 осознал, чего я действительно хочу, и какой путь я преодолел для этого. Представляете, насколько сложный это вопрос. Да, я понимаю, я миллениал, я там жертвую вот этого поколения достигаторов и прочее. Тогда было время другое, сейчас больше уклон на саморазвитие и прочее, но, тем не менее, мне кажется, это актуальная штука, потому что многие люди, если, вот, как вы думаете, вы просто вспомните своих близких друзей, окружения, не знаю, друзей, родителей, например, или там дядь, тетя, вот, какая из них, какая из них доля занимается тем, что им действительно нравится. Вообще же, все же жалуются на свою работу, они же не любят это. Представляете, это же половина, вот, кто-то там приводил статистику, треть жизни мы живем на работе. Кстати, другую треть мы спим. Если не брать время, которое мы спим, половина жизни мы работаем, и половина жизни это несчастен, а путь, как минимум к профессиональному счастью, я вам не говорю про личное, идет через то, чтобы понимать, что там, где я нахожусь, это мой выбор, это не потому, что на меня повлияли установки, не потому, что кто-то от меня чего-то ожидал в виде родителей или общества, что я делаю, это мне хочется, а не кому-то. Небольшое домашнее задание. Попробуйте задать себе вопрос, чего вы хотите. и как раз-таки вот сложность в том, чтобы отделить от чего вы действительно хотите, от чего вы думаете, что вы хотите, это две большие разницы, как в отеце, говорят. Вот, поэтому главное, на самом деле, это не ответ на этот вопрос, кофигу, вы знаете, чего вы хотите или не знаете, вообще плевать, просто задайте себе вопрос, не забывайте его задавать, это самое важное, потому что пока мы живем неосознанно, мы двигаемся по каким-то, по какой-то траектории, которую не мы выбрали. Просто старайтесь задавать себе вопросы, врачи, я выбрал это, я делаю это, почему мне с этого учета. Вот, и задавайте, старайтесь чаще задавать, и старайтесь честнее отвечать, если это получится. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.